Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Данные от Минтруда США, опубликованные в пятницу, продемонстрировали неожиданно сильный перерост занятости, чем вернули спекуляции на тему того, что ФРС в таких условиях вряд ли пойдет на замедление темпа повышения процентной ставки в попытках побороть высокую инфляцию. Хотя стоит учитывать явный намек главы ФРС относительно намерения смягчить риторику американского Центробанка. Как такие противоречия сказались на настроениях трейдеров на валютном и сырьевом рынках, обсудим далее. Итак, прошлая торговая неделя принесла покупателям доллара убытки. Котировка индекса доллара, демонстрирующая положение доллара по отношению к корзине шести других мировых валют, завершила неделю с потерями в 1,61% и новую торговую пятидневку начала продолжением снижения. Все же инвесторы уверены в том, что темп повышения ставки ФРС будет замедлен. При этом единой европейской валюте удалось закрепиться выше уровня 1,0500, подорожав за неделю на 1,57%. Трейдеры не уверены в последующих действиях Европейского Центрального Банка. Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре наконец-то начала замедляться, но она по-прежнему остается на крайне некомфортно высоком уровне, что и вынуждает ЕЦБ продолжать истребинную риторику и поднимать ставку в довольно агрессивном темпе. Но на рынке уже отмечены расхождения прогнозов. Одни аналитики уверены в том, что европейский ЦБ уже в ходе своего следующего заседания поднимет ставку лишь на 50 базисных пунктов. Другие же уверены в сохранении прежних настроений монетарных властей, в результате которых ставку вновь поднимут на 75 базисных пунктов. Британский фунт на фоне всесторонней слабости доллара смог удержать бычий ход и нарастить около 2% позиций. Котировка фунт-доллар закрыла недельные торги вблизи уровня 1,23. Хотя и тут есть достаточное основание ожидать смягчения тона Банка Англии. Представители британского Центробанка не исключают возможности даже понизить ставку в случае, если экономика будет развиваться не так, как ожидали в регуляторе. Но самую прибыльную неделю на валютном рынке провели трейдеры, покупающие японскую иену. Иена в паре с долларом укрепилась до уровня 134 пункта, и это при том, что Банк Японии сохраняет свою ультрамягкую политику. Глава Банка Японии Харухи Кокурода постоянно настаивает на необходимости сохранения массовых стимулов Центробанка до тех пор, пока уровень роста заработных плат не вырастет настолько, чтобы компенсировать рост инфляции. Но при всем при этом спекулянты на валютном рынке предпочли продажи именно доллара США. На сырьевом рынке же среди трейдеров можно отметить неопределенность. Так, цена на золото, крайне чувствительная к любым заявлениям относительно процентной ставки ФРС США, конечно же выросла в ожидании ослабления темпа ужесточения. Котировка к концу прошлой торговой недели колебалась вблизи уровня 1800 долларов за тройскую унцию. Ну вот, нефть подорожала менее уверенно. Многие нефтетрейдеры приняли выжидательную позицию в преддверии встречи ОПЕК+, что состоялось вчера, в воскресенье 4 декабря. Рынки не знали, на какие решения пойдут члены энергетической сделки в условиях введения новых санкций Запада в отношении российской нефти, а также эпидемиологической обстановки в Китае. Но и ОПЕК+, взяла паузу и решила пока сохранить нефтедобычу на прежнем уровне. Напомним, в ходе своей прошлой встречи мониторинговую группу было принято решение о сокращении на 2 млн баррелей в день с ноября. При этом Европейский Союз собирается запретить большую часть импорта российской нефти морским путем с понедельника, в то время как G7 согласились ввести потолок цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак осудил ограничения и заявил, что Россия готова сократить добычу в случае введения каких-либо лимитов. Так что теперь слово за Россией. Рынок ждет реакции российских властей. Таковы основные тренды минувшей недели. Не пропускайте также наш еженедельный отчет по фондовым рынкам, который выйдет завтра. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых актуальных новостей. До встречи!